В Еврах, в Еврах. Кто вам помог выбраться, расскажите. Помог выбраться, а кто? Российские ребята помогли нам выбраться с подвала. И как они с нами обращались, слышите? Они нам это самое, как родные братья. Они за нас переживали, понимаете? Чтобы ни один человек не погиб. Вы понимаете? Вот, и они нам ходили по подвалам, и они нам помогали, ребята. Российские ребята, понимаете? И вот смотрите, они вывезли нас, кто ходячий пошли. А кто после инсультной, сколько там больные, после операции, сколько людей. Вот, они, эти ребята, опустились и забрали наших, наших. А где же наши? Скажите, где? Как украинские военные к вам относились? Украинские военные к вам относились? Там уже я рассказывала, как? Зверские, зверские, понимаете? Можно несколько примеров повторить? Ну как, ну как, ну смотрите. Ну вот, нет еще русских ребят. Нет никого, да? Да, да, да. Заперли нас подвалы. И вот это над нами, дома лупят, лупят. Танки откуда? Еще едят не было никого. В паркер заходят, выкидывают всех. Ну, выходите, и мы будем стрелять из этих позиций. Да, кстати, это, кстати, недавно у нас, у нас дом рядом стоит, на дороге. Да. Они зашли, в общем, украинские солдаты, сказали, всем убирайтесь из дома и ставьте себе военную позицию в этом доме. Вот, там дети были, там были старики это самое, они их выгнали с этого дома, там АТБ был этот самый, и матом на них. Это же украинские ребята, слышите? А сами заняли позицию, начали там это самое бомбить. К нам люди приходили и рассказывали, там женщина эта самая сгорела, это уму непостижимо. Мы видели историю, знаем, но такого зверства мы еще не видели. Пусть Господь Бог меня простит, понимаете, что мы испытали сейчас. И пусть обижаются, не обижаются, но это говорим правду, правду, понимаете.